всем огромный огромный привет сегодня я начинаю свой отчет по связанным изделиям в сентябре месяце вот с такого ракурса интересного у нас совсем совсем скоро будет день учителя и естественно у софии тоже по классу фортепиано есть педагог ну клуба ведущий для него я связала вот такую карандаш ницу здесь так вот якобы имитации клавиш и нотка внутри картон это от пряжи я хотела сначала его тоже обвязать но как показывает практика неудобно карандашики цепляются многое таких карандашей делала просто карандаш ниц ну просто разноцветная здесь решила вот в тему фортепиано и две вот такие вот закладочки к сожалению нас нет пока книг с нотами я бы показала но вот смотрите точно также эти нотки могут висеть на тетрадь с нотами или книга с нотами как она называется правильно не знаю вот так что это будет основной подарок педагогу упакуется он в коробочку вот нотки у нас для вот вот в такую коробочку кто узнал откуда коробочки напишите мне ну и полностью пакет не решила еще может быть из органзы такой мешочек возьму положу всю эту коробочку вместе с карандаш ницей либо картонный какой-то подарочный в общем это еще у меня есть время подумать ну вот в упаковочке примерно так мне что-то кажется лучше всего вот это мешочки из органзы и подарить мне кажется для семилетнего ребенка как знак внимания очень даже хороший презенте получился кстати мне тут намысленно вели в художку можно с кисточками с палитрой обыграть тему художников но вот опять же вот нравится мне педагог по специальности фоном уходим на факультатив художку на эту не художественная школа просто педагог приходит при школе у нас и вот у меня нет желания человек творческие вот когда хочу что-то сделать для человека это прям на одном дыхании если не хочется лучше не начинать поэтому но художественную тему пока не связала вот так вот остальные нотки повесил это будут по две нотки закладки дариться каждому педагогу там по хору по сальфеджио и по ритмике не сонечки вязала кофту куртку как мы называем ее она такая плотная теплая хотя и ткань хлопок ткань пряжи хлопок с акрилом и она захотела она общем не подсела на повязке ей нравится у нее к свитеру есть но на очень теплые сейчас сентябре тепло и жарко ей в той повязке а вот к этой кофте куртки хорошо что пряжа осталась она тоже попросила повязочку я связала ей другим рисунком не таким как у курточка более плотно моя тоже такая достаточно получилось тепленькая я обязательно сниму эту повязочку на софи и сниму уже на ботинках шнурки у нас в общем в кедах шнурок один куда-то поддевался после стирки с прошлого сезона и в общем соним я сказал а там были черные с юликсом она говорит маму не нужны какие-нибудь тоже блестящие но цветные в общем я и связал цветные покажу их прямо уже в кедах в общем как то вот так вот они в деле ну вот согласитесь как можно сюда черный вставить 10 крылья цвета ночью снимаюсь свет конечно немножко скажется не тоже с юликсом шнурочки в голубую пряжу ставлены люликс хлопковые и обычно если взрослым я шнурочки вижу я делаю тоже здесь узкую как настоящих шнурках покупных узкую и потом например от ручки либо пластика подпаливаешь и такая же вот остренькой получается но здесь мне не захотелось лепесточки прекрасно вылазит в эти отверстия поэтому вот как-то так завтра с утра ребенок пойдет школу вот на софи смотрится как повязка она любит чтобы косички прижимались чтобы не болтались до сань и она с такой же пряжи как нас вот это вот куртка кофта только другим рисунком более эластичным более теплым плотным как и планировала переделала я свою кофточку сделала рукав три четверти и сразу она по-другому стал смотреться в как я задумала изначально так и нужно было сразу делать качество съемки не очень опять снимаю на телефон дочки мой опять в ремонте поярче она выглядит и даже назвала кофе с молоком потому что здесь такие оттенки кофейные и молочные но камера съедает немножко свет может быть вот так покажу на себе либо видео попробую снять либо фото я вот сейчас ее даже не стирала еще в общем либо отпарю либо постираю чтобы уже спокойно носить понравилось мне как пряжа вложиться как вяжется из нее вот и я думаю для носки она тоже очень такая приятная такая гладенькая немножечко такая не матовая а как глянец немножко добавлен в нее что очень-очень мне понравилось и не стала и кстати уменьшать горловину вот как уменьшила рукава укоротила я сделал их ровно такой длины вот до которой мы обычно дергаем рукав поднимая до наверх под локоть вот а это чтобы без дерганий он был изначально такой длины и когда я с длинным рукавом мерила мне показалось очень большой вырез глубокий спереди я хотел вот таким же рисуночком еще раз пройтись уменьшить горловину но сделала меньше рукав и вот эта головина вот это вот выемка спереди большая она стала уместной и мне сзади вот видно что мало у меня там открыто а спереди и очень даже хорошо думаю почему бы нет почему бы с таким вырезом не оставить одну кофточку чтобы все были разные по цвету по фасону вырезу в общем пусть будет разнообразием конечно я буду носить ее джинсами с чем ты просто сейчас пришла в леггинсах и решил померить вот он ровно рукавчик 3 четверти вот обычно мы до этого состояния подергиваем а это все ничего дергать не надо на дело и пошла мне очень понравилось нужно у меня есть брючки кофейный может быть еще какие-то приобрету и темнее почему так вот буду ходить и пройму позволяет надеть сверху пиджак джемпер то есть ее можно круглый год носить это вообще круто я люблю когда вещи не совсем сезонные и Продолжение следует...